формула смысла у меня есть глубокая уверенность что в двадцать четвертом году они поддерживать украину не смогут они должны решить вопрос сейчас здесь мы переходим к следующему как раз это вот так называемым контрнаступ у меня текстик есть есть у меня текстик так в администрации байдена полный абсолютный фокус на весеннем нас контрнаступление подход примерно следующий проведите контрнаступление а дальше будем смотреть но это консервативные республиканцы администрация этим вопросом не интересуется действующим хит политического сезона который будет только набирать обороты с приближением президентских выборов нарратив что конфликт на украине отвлекает сша от потенциального конфликта с китаем вот ну и дальше она делает вывод что кстати вместе с товарищем болтоном они совершенно одинаково нынешние администрации проиграть боятся и на победу до конца не могут решиться то есть вопрос в чем на это контрнаступление поставлено все все поставлен я очень надеюсь что у нас тоже на него поставлено ну хотя бы достаточно мы все ни на что ставить не можем и не будем я надеюсь потому что мы не можем ставить себя в зависимости от результатов какой-то эпизода же масштабный но тем не менее единичной военной операции мало ли мне кажется что это понимание есть она транслировалась президентом но тем не менее нас как бы все предпосылки были дать возможность подготовиться вот мы сможем очень четко увидеть что мы можем ничего не можем я надеюсь что все будет прилично вот потому что насколько я понимаю по подсчетам профессионалов они несмотря ну то есть как сказать минус бахмуд они накопили где-то сто сто двадцать тысяч как-то обученных потому что кадровая армия украинская истреблина как таковая да как-то обученных на западных полигонах на своих полигон с помощью западных советников резервов которые они напихивают значит иностранным вооружением масштабным которого на фронте в общем мало ну кроме ствольной артиллерии и хаммерсов собственно его особенно и не видно нигде то есть она все там надо думать все что поступает все там вот и значит не думаю что они во время наступления будут испытывать снарядный голод думаю что все что они сейчас делают по всей линии фронта является разведкой оперативной с целью выявить значит цели у них есть как они считают во всяком случае возможности для уничтожения этих целей поскольку у них приоритет в высокоточном оружии и в разведке опять же вот я думаю что все это может и должно быть учтено и у меня такое ощущение что значит вот все что я вижу да это абсолютное как бы нежелание нашего руководства фальш-старт совершить фальш-старт вот и если они нас с этим наступлением обманут мы так и будем сидеть и ждать ну до определенного времени когда же наконец они пойдут не но у них действительно они понимаешь они обманут они пойдут наступление надо спокойно взвешено и вот значит пойдут причем не 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 перевозбуждаясь не создавая экзальтации у них нет другого варианта у американцев хозяин решила хозяин решила хозяин решил за всех он же знает что будут делать все хозяин как точно он знает что будут делать украинцы он знает что будет делать мы у него есть один вариант то есть на каких условиях диктовать свою волю то что они сделают ставку решительную на заро поставят все на лето этого года было понятно стоя истерики которая запустила кандализа райтс и роберт гейтс в январе месяца и это в определенном смысле неизбежно то что оно произойдет да я возвращаюсь потому что я сказал по поводу финансов мы говорили я прервался но я именно с этой точки зрения что двадцать четвертый год они не выйдешь не выдержит не выйдет формула смысла